Всем привет! У меня прям обострилась какая-то нехватка ярких макияжей и цветов. Такой своеобразный косметический авитаминоз. И на сайте Faberlic я увидела довольно привлекательную их новую коллекцию. В отличие от их стандартной довольно посредственной декоративки, эту сразу же захотелось купить. Потому что как минимум у нее просто дико красивое оформление. Вся линейка пропитана таким сладко-ягодным акцентом. И конечно же цветовая гамма начинается от какого-то вишнево-малинового до более глубокого ежевичного, брусничного и так далее. В общем я думаю есть где разгуляться, учитывая что у них есть даже цветные туши. Ну что, я думаю самое время попробовать это все в действии. И в следующем кадре я уже буду конечно же без косметики пробовать все это наносить себе на лицо. И начнем мы конечно же с тональной основы. Называется она Berry Blossom. И как видите она тоже в таком розовом оформлении. SPF 15 полное покрытие. На обороте нам обещают, что это универсальный тон, который подстраивается под любую кожу. Но на самом деле на сайте представлено только два оттенка. Я взяла тот, что потемнее. Наносить я буду сегодня его вот таким вот мохнатым спонжем, который мне пришел с Алиэкспресс. Тон действительно очень плотный. Вот он, как видите, вот капля целесная такая желеобразная лежит на нем. Как вы знаете, тональные основы и туши для ресниц я тестирую предварительно. То есть до выхода обзора для того, чтобы посмотреть как они ведут себя в реальной жизни. И можно ли это использовать для ежедневного макияжа. Скажу сразу, этот тон явно не для моего типа кожи. Сейчас вы поймете почему. Как видите, он довольно плотный. Очень густой и замешан как будто на воде. Обычно такие основы и составы подходят для жирной кожи. Они в общем-то хорошо впитываются, но при этом не оставляют такой вот увлажняющей пленки. Как это делают тональники на более кремовой основе. Да и если не использовать увлажняющий крем под низ, моя кожа сразу же пересохнет. Как видите, цвет очень светлый. Определенно этот тон не подойдет всем девушкам, которые хоть немножечко темнее меня. Кстати, у него есть запах. Пахнет какой-то такой, ну кремовой скажем, отдушкой. Не совсем люблю такие запахи. У меня ассоциируется с женщинами постарше, например. Подойдет, я думаю, девушкам с комби и жирной кожи. Для сухой все-таки нужно замешивать его с кремом. Иначе пересушить. Я уже себе оформила брови тонированным гелем. И самое время переходить к макияжу глаз. Конечно же, все у меня начинается с нанесения базы под тени. В качестве теней я сегодня выбрала вот такую вот двушку, которая называется Berry Color. Из четырех представленных разновидностей я, конечно же, выбрала самую экстремальную. Где есть очень насыщенный фиолетовый оттенок и, собственно, светлый белый практически. Наношу пушистой кистью самый светлый оттенок на все подвижное веко, дабы закрепить нашу базу под тени. Честно скажу, мне уже надоели макияжа там, где мы затемняем внешний уголочек глаза, прорисовываем складку и так далее. Сегодня я хочу вернуться к Cut Criss. Посмотрим, насколько это у меня получится при помощи этих теней. Дальше беру растушевочную кисть и набираю вот этот фиолетовый оттенок. И наношу его по складке века. Складку выделяю очень активно, прям не боюсь, прорисовываю. Ну что, у нас получается пока такая продавщица из девяностых. Дальше мне понадобится консилер. Я возьму вот такую вот свою палетку. Это фирма O2O с Алиэкспресс. Я заказывала, возьму плоскую кисть и, в принципе, любой цвет какого-нибудь светлого корректора. И начинаю отделять и наносить такими подтягивающими движениями консилер на все подвижное веко. Мне кажется, цвет вот этот вот фиолетовый не совсем удачный, но на удивление он неплохо тушуется. Теперь, пока у меня не подсох консилер, я быстренько возвращаюсь к вот этому вот светлому оттенку. Набираю его подобной кистью лопаткой, прям плотно-плотно набиваю в кисть. И начинаю прикладывающими движениями наносить тени на то место, где у меня был консилер. Итак, я уже повторила рисунок на втором глазике и, как видите, растушевала границу светлым оттенком прям под бровь. Теперь я возьму маленькую кисть и наберу все тот же фиолетовый оттенок и пройдусь по нижним ресницам. Переходим к нашим ярким стрелкам. И, скажу честно, я очень долго не могла решить, какой цвет карандаша мне нужен. Там был очень привлекательный такой ежевично-фиолетовый насыщенный. Но все-таки я решила пробовать именно розовый, такой малиново-розовый. Мне кажется, это будет интересно смотреться в виде стрелок. Карандашик называется Berry Line. Он у нас механический и идет с вот такими вот блестками. Сам оттенок, кстати, очень насыщенный, красивый, плотный. Хочу прям очень активные стрелки инстаграмные. Посмотрим, получится ли у меня это с карандаша или все-таки нужно будет брать тоненькую кисть. Я, наверное, остановлюсь на середине зрачка, чтобы исключить эффект красноты глаз, такой уставшего вида. Ну, как-то вот так. Сейчас я ее немножечко подтяну. Все-таки кисточкой сделаю более вытянутый остренький кончик и вернусь к вам. Теперь переходим, конечно же, к ресницам. И, конечно же, среди всего разнообразия я просто не могла выбрать одну тушь для ресниц. Взяла все, которые есть в линейке. Это, конечно же, стандартная черная, вот такая вот фиолетовая и розовая. Мне кажется, очень классная упаковка, удобное такое, приятное оформление. Щеточка здесь у нас силиконовая. И, как видите, черную я уже пробовала. Наносила ее каждый день, смотрела, как она себя ведет на ресницах. И, знаете, мне она понравилась. Я знаю, что некоторые в комментариях писали, что она сыпается. Я не знаю, у меня нет. Делает красивый изгиб, хорошо расчесывает ресницы. И, честно, по формуле мне напоминает тушь от L'Oreal, мою любимую. Сейчас вам оставлю фотографию вот здесь. Или же первые, наверное, запуски Кабаре. Там, где еще она совсем другая была, не то что сейчас. Для этого образа, мне кажется, черная, ну прям очень скучная будет сюда тушь. Будем выбирать между фиолетовой и розовой. А, знаете, давайте не выбирать. Возьмем сразу две. На верхние ресницы я нанесу фиолетовую. Такая прям электрик синяя. Класс! У меня, кстати, в детстве моя первая тушь была синей. Я прям теперь только об этом вспомнила. Она, кстати, не прям такая яркая на ресницах. Ну, может, на фоне розовых стрелок. Но в целом мне нравится, слушайте. Вот такие реснички у меня с ней получаются. Теперь берем розовую тушь. Ох, класс! Ох, гляньте на это. Это же офигенно. Кстати, тушь у нас с отдушкой. Очень приятно пахнет. Я, честно, боюсь очень накляксать, потому что цветными еще не пользовалась. На нижней реснице, скажем, не совсем хочет переноситься. Вот я кручу-верчу кисть. Ну, не хочет. Думаю, вот здесь уже время остановиться. В целом, пока со всей этой коллекцией мне больше всего понравились туши. Я определенно положу черную к своей ежедневной корзинке. Ну что, у нас остаются нетронутыми только губы. Но для них я тоже припасла свою вкусняшку. Это вот такие вот две помадки той же линейки, которая называется Berry Kiss. И, боже мой, по-моему, у них идеальная упаковка. Но прежде чем накрасить губы, могу ли я на пару секунд обратить ваше внимание на тон? Потому что это первая тональная основа, которую я ни разу не припудривала за все время съемок. Помадки выглядят вот так. И я теперь вспомнила, почему я заказала два оттенка. Потому что один прям такой приятный, идеальный нюд. А второй насыщенный, ягодный. Называется он как-то вишневый поцелуй или что-то в этом вроде. О, очень увлажняющая формула. Отдушка очень легкая, практически не слышно. Не могу я выбрать, какой оттенок сюда подойдет больше. Давайте, наверное, попробуем и тот, и тот. А вы мне в комментариях напишите, что будет выглядеть лучше. Ну, вот так. Мне кажется, прям очень стандартный нюд. Такой приятный, классический, который подойдет практически под любой образ. Особенно, если сделали акцент на глазах. Это тот оттенок и именно та увлажняющая формула, которую хочется всегда носить с собой в сумочке. И давайте попробуем нашу вишенку. Кстати, помада у нас выкручивается. Очень удобная, красивая упаковка. Ну, действительно, такую не стыдно сумочке достать. Никто не поверит, что это фаберлик, я вам обещаю. Не, ну, этот цвет определенно интереснее, чем нюд, как по мне. Ну что, в финале получается вот такой вот яркий образ. Я прям сегодня в досталь наигралась этой вот насыщенной вкусной линейкой. На этом все. Вам огромное спасибо за внимание. А я вас всех целую. И пока!